Кирилл Оржик – инвалид-колясочник. В теплое время года он вынужден добираться до работы самостоятельно. Ежедневно преодолевая путь от района хлебозавода до национального музея, он сталкивается с разными препятствиями. Где-то трубы ремонтировали, не заделали тротуар, а где-то и в осени проложили асфальт. Вот эти бордюры, здоровые люди, пешеходы, они не замечают, что высокая бордюра. А для нас это большое препятствие. Вот для человека ходячего, поставить забор вот такой, и он будет на работу каждый день, перелезать через этот забор, идти на работу. Вот такое сравнение, такая трудность будет. За пять с лишним лет Кирилл Оржик установил для себя определенный маршрут. Он уже знает практически все выбоины по пути и старается их объезжать. Однако после дождей сложнее определить, есть ли ямы на тротуарах. Здесь идет продолжение. Видите, как могу проехать. Иногда вот эти штуки я перепрыгиваю вот так. Вот так перепрыгиваю. Самым большим препятствием для него становятся бордюры, которые в большинстве не оборудованы под малобомбильных граждан. Самый обычный пешеходный переход, но здесь не установлены пандусы. И людям в колясках приходится здесь переходить с чьей-либо помощью. И как мы сами убедились, местами без посторонней помощи не обойтись. Молодой человек, можете помочь нам? Инвалидная коляска выдается раз в четыре года. И за это время она ломается не раз, говорит Хрил Оржак. Летом после дождей у него сломалось колесо, пришлось ремонтировать самому. Но это не самая большая из проблем, говорит он. Сложнее всего бывает зимой. А зимой никак. Транспорта у нас нет, только машины надо, такси вызывать. Это каждый день получается туда-обратно 150 рублей. И вот, считайте, сколько получится в месяц. Мониторинг городской инфраструктуры по федеральной целевой программе «Доступная среда» продолжается. Так, сегодня активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта зафиксировали практически все проблемные места на тротуарах и дорогах. По итогам этого мониторинга мы проведем расширенное заседание, куда обязательно пригласим представителей тех организаций, в которых были выявлены недостатки, такие как неправильный уклон пандуса, несоответствующие дверные проемы, которые затрудняют передвижение людям с ограниченными возможностями здоровья. А также мы пригласим мэрию города Козыла. И на этом заседании мы озвучим все выявленные недостатки по городу и будем добиваться их устранения. Стоит отметить, что к малоподвижным группам населения относятся не только инвалиды-колясочники. Туда также входят слабовидящие, слабослышащие, мамы с маленькими детьми и пожилые люди. И в вопросе доступной городской среды даже маленькие непроработанные детали могут стать большой помехой для передвижения маломобильной категории граждан. Чинчисам Бугабу, Яна Юн, телекомпания «Новый век».